Барабанная фестиваль Барабанная фестиваль Барабанная фестиваль Рассказать подробнее об этом социальном проекте мы попросили одного из организаторов фестиваля, Ирину Исакову. Ира, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как пришла идея об организации барабанного фестиваля в Архангельске? Ну, все было просто. Идея пришла в голову барабанщику Илье Русанову. Он в составе «Фотифодрамс» нашего известного ансамбля. Просто понял, что не хватает в нашем городе, в нашей области именно такого фестиваля барабанного. Поэтому пришел к нам, обратился в нашу общественную организацию пенежского землячества, поскольку сам тоже является пенежанином. И, в общем-то, молодежью пенежья мы решили, что действительно этот фестиваль нужен, и решили его сделать. То есть фестиваль, барабанный фестиваль в Архангельске организовала пенежская молодежь? Изначально – да. Потом, конечно же, нас поддержали более серьезные организации. Поэтому фестиваль получился таким, как нам кажется, интересным и серьезным. Это второй фестиваль, значит, был первый. О нем никто ничего не знает. Да, действительно, был первый. Два года назад он был совершенно в такой малой форме, в клубе. Ребята-барабанщики собрались для того, чтобы показать свое искусство тем зрителям, которые придут отдохнуть в этот ночной клуб. Ну и действительно, эта программа показала, что она востребована, она интересна, публике понравилось. И, в общем-то, решили, что фестивалью быть, и надо делать его более серьезно. Ребята-барабанщики. Это вы кого имеете в виду? Это выпускники Архангельского музыкального колледжа. Это те ребята, которые играют в группах на барабанных установках. В общем, все музыканты изъявили желание в этом фестивале принимать участие. Молодые ребята? Да, конечно. Однако, вот фестиваль, я еще раз повторюсь, назвали таким громким событием, ярким событием. Но ведь у нас в Архангельске фестивале достаточно много, да? Почему именно вы решили организовать еще один? Да, действительно, фестивальные традиции в нашем городе очень серьезны. И нам захотелось повторить, может быть, опыт или приблизиться к успеху таких наших именитых мастеров, как Виктор Панов, Тим Дорофеев, Владимир Резицкий. И попытались что-то сделать в подобном стиле, потому что действительно барабанная музыка, она имеет место быть, она тоже интересна, она завораживающая. И, как нам кажется, барабанщик является визитной карточкой своего коллектива, поскольку игра может быть совершенно разнообразной и манерой игры. Ну, так можно сказать про любого музыканта, согласитесь, да? Да, конечно же. Но именно барабанщик с его виртуозной игрой становится изюминкой коллектива, как нам кажется. Ну, те же самые лучшие барабанщики с мировыми именами всегда играют в джазовых фестивалях, которые у нас сейчас и проводятся, и в блюзовых фестивалях, это уже тема Дорофеева, которую вы упомянули. Да, конечно. Чем отличается ваш фестиваль? Наш фестиваль отличается тем, что именно барабанная музыка, барабанщик был более выпукло, более ярко представлен в нашей программе. Были и барабанщики-солисты, которые выходили на сцену и сольно исполняли свои номера, и это было здорово. Были такие виртуозы, мастера своего дела, как Олег Юданов, наши приглашенные гости из Москвы, Петр Ившин, показали великолепные программы с завораживающей барабанной игрой. Это было здорово. Ну, барабанная музыка здесь в Архангельске уже звучала, да, и она как раз была представлена у того же Виктора Петровича Панова, это японские барабанщики. С этим, наверное, шоу ничто не сравнится, да? Конечно, это было очень круто, и мы как организаторы, молодые организаторы, понимаем, что есть к чему стремиться, и нам тоже хочется чего-то такого масштабного в дальнейшем достичь. Кто все-таки поддержал проект, мы его называем некоммерческим социальным проектом, да, вот что вы вкладываете в это, и кто поддержал проект? Наш проект в первую очередь поддержало молодежное правительство Архангельской области, в первую очередь мы пришли к молодым ребятам, единомышленникам, которые действительно сказали, что это здорово, давайте делать вместе. А затем уже нам посчастливилось познакомиться с корпорацией развития Архангельской области, которые тоже заинтересовались проектом, и очень здорово помогли нам, поскольку их технология организации мероприятия, конечно, это особые пункты. То есть они были еще и организаторами, да? Да, они выступали как и организаторы, к нам были прикреплены координаторы, которые помогали, подсказывали, как действовать, что нужно делать, что будет интересно, от чего, может быть, есть смысл отказаться. И одно из мероприятий, которое было проведено под эгидой корпорации развития Архангельской области, это так называемое большое жюри. Это, в общем-то, такая большая презентация фестиваля, которую мы сделали с видеопоказом, с иллюстрацией нашей рекламной продукции и с рассказом о том, что мы предполагаем сделать в нашем фестивале, что предполагаем предложить зрительской аудитории. И действительно был хороший отклик. Мы получили положительную оценку нашего мероприятия, и у нас появились новые единомышленники, новые партнеры, которые нас поддержали. Особая благодарность, например, агентству по печати СМИ правительства Архангельской области, которые подсказали нам, как организовать рекламную кампанию, мероприятие. Ира, ну что же все-таки такое большое жюри? Это вот что, такие взрослые, серьезные дяди, тети сидят, и вы презентуете проект, да? Это примерно так, да. Были приглашены туда и представители, например, Министерства по делам молодежи, представители других организаций, были приглашены музыканты города. Извините, перебью. А с какой целью это делается? Чтобы понравиться или чтобы все-таки привлечь финансы, инвестиции? Это делается для того, чтобы в первую очередь рассказать о проекте, поделиться своей идеей и найти отклик у сообщества. А когда идет отклик, действительно поступают какие-то новые предложения, в том числе могут быть и финансовые предложения, почему нет. Но больше речь идет о том, чтобы подсказать, направить и, может быть, помочь своими мыслями хорошими. Страшно было выступать перед большим жюри? Ну, естественно, волнительно. Любое выступление имеет место быть в волнении. Поэтому, в целом, в общем, все получилось достаточно неплохо. Мы подготовились основательно, не ударили в грязь лицом. То есть, с какой очередностью собирается это большое жюри? Это каждый может, в принципе, презентовать свой проект, да? Да, конечно. В корпорацию развития может прийти совершенно любой человек с любой идеей. И дело в том, что организовать мероприятие можно по технологии корпорации развития совершенно любое. Это такая технология, под которую подходит любой формат. Поэтому любой человек с любой идеей может обратиться и получить поддержку. То есть, они вам помогли так реально, да? Да, они реально очень здорово помогли. Но у вас еще были ведь партнеры-единомышленники, еще, наверное, волонтеры работали на вашем проекте, да? Да, конечно же. У нас было очень много партнеров. В первую очередь, это наши друзья, которые так или иначе, может быть, когда-то мы с ними сотрудничали, дружим и общаемся. Они нам тоже помогли. Это и студия флористики дизайна и букетерия, это крепкий орешек, туристские детские проекты и многие другие... Безвозмежно с вами работали, да? Да, да, конечно. Например, студия флористики дизайна нам сделали просто отличнейший арт-объект, который стоял на территории фестиваля, украшал. Можно было... Это была такая деревянная конструкция с бревном, пустотелым, где можно было тоже издавать различные звуки, получать удовольствие. Это было просто очень красиво. То есть, вы еще решили как-то расширить именно концерны, сценичные рамки, да? Да, конечно же. Почему мы назвали это мероприятие фестивалем? Потому что он такой имеет у нас обширную форму. Различные мероприятия вошли в фестивальную программу, в том числе и выставка ударных инструментов различных совершенно, не только барабанов, но были и кастаньеты, и бубны, и гонки, совершенно разные шумовые ударные инструменты. Это тоже было здорово. И каждый гость фестиваля, участник мог подойти, поиграть, потрогать, посмотреть, что это за инструмент, прочесть о нем информацию, некую историческую справку. А где вы брали инструменты? Это инструменты, это личные коллекции барабанщиков наших музыкантов, в том числе Олега Кузнецова, организатора, руководителя ансамбля «Фоти Фо Драмс», тоже нам очень активно помогал. И, собственно, что у него было, он нам безвозмездно передал. Мы использовали это в выставке. Вы упомянули о московском госте Петре Ившине, он проводил мастер-класс. Это отличный музыкант, барабанщик Пётр Ившин. Это друг Олега Юданова и нашего ансамбля «Фоти Фо Драмс», поэтому он появился в нашем фестивале. Огромное спасибо авиакомпании «Нордавиа», которая помогла нам организовать перелёт Петра сюда, и поэтому он появился на нашем фестивале. Действительно, он сделал мастер-класс для наших барабанщиков. Это была очень интересная программа, ребята очень много нового почерпнули. И он говорил о том, что инструменты могут быть, извлекать звук можно совершенно из разных инструментов, в том числе и из детских музыкальных инструментов. Он использовал детские барабаны, бубны, какие-то ещё шумовые такие интересные штуки. И из этого действительно получается очень красивый звук, интересная программа. Именно с этими инструментами он вышел затем на сцену, на большую сцену фестивальную и очень классно показал свою программу, публике понравилось. Давайте ещё раз, чтобы не быть голословной, посмотрим, как же это всё-таки было. Несколько отрывков из концерта барабанного фестиваля шоу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Мы возвращаемся снова к беседе с организатором фестиваля Ириной Исаковой. Ир, скажите, ваши ожидания все оправдались? Наверное, можно сказать, что ожидания оправдались. Потому что мы планировали увидеть на нашем фестивале большое количество участников. И это у нас получилось. Зал был переполнен. Пришлось даже доставлять стулья в зрительный зал. И в конце, что самое, наверное, приятное для организаторов, публика радовалась и танцевала у сцены. И восторженные, улыбчивые лица о многом говорили. Но это в основном молодежная публика, да? Молодежь. Серьезные музыканты вас приняли в ваш фестиваль? Серьезные музыканты. Думаю, что по этому вопросу нужно еще прояснить. Поскольку, наверное, действительно нужно поинтересоваться у серьезных музыкантов, насколько здорово все у нас прошло и насколько это нужно. Дело в том, что те музыканты, которые принимали участие в фестивале, тот же Олег Кузнецов, Олег Юданов, Петр Ившин, они, конечно же, все сказали, что благодарили организаторов, говорили, что это здорово, что это нужно. Давайте делать, давайте продолжать развивать проект и на следующий год снова организовывать барабанный фестиваль. Из области, кстати, был кто-то и участвовал? В этот раз в нашем фестивале приняли участие команды-барабанщики из Архангельска и Северодвинска. А на следующий год, вероятно, будут участники из области. Но ведь, судя по вашим рассказам и то, что транслировал наш канал, ваша задача не только в самом концерте, в этом галоконцерте-шоу, а вот еще в таких сопутствующих мероприятиях, как вы назвали, там и мастер-классы, и выставка, да? Да, действительно. Те, кто вообще может быть далек от музыки, посмотрели вот это все в таком прикладном варианте, да? Что сам ты можешь тоже делать музыку. Более того, нам интересно не просто провести фестиваль и забыть о нем до следующего фестиваля. Нам интересно, как можно больше людей вовлечь в наше барабанное движение Drum'n'Round. И вот сейчас мы уже планируем сделать программы для ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в группе риска, стоят на профилактическом учете. Планируем сделать для них уже в конце марта мастер-классы по барабанному искусству и привлечь их к этому действию, показать, что можно очень здорово, продуктивно и интересно проводить свое свободное время. Ир, ну и, наверное, последний вопрос. А как вот вам идея объединить вообще фестивальное движение в Архангельской? Вы же уже, мы с вами уже упоминали, да, что у нас богатая фестивальная традиция, начиная с фестиваля уличных театров, кто его не знает, да, мировую известность уже, это и театральные, это и телевизионные фестивали, и биеннале в нашем городе. И сюда же бы вошли барабанные. Это, я думаю, что это возможно, поскольку проект уже показал, что он интересен публике, и он действительно может... Представляете, все один такой фестивальный большой месяц. Мы сейчас с вами какую-нибудь идею новую родим сейчас. Такое может быть, если сделать это по технологии корпорации развития Архангельской области. Опять же, действительно, за нас уже все придумали, почему бы не воспользоваться умными мыслями. Вы сами барабанами увлекаетесь? Пробовали? Я, конечно же, пробовала, но поскольку я закончила музыкальное училище на другом отделении, поэтому барабанщик из меня никудышный, как оказалось. Но я ценитель, и я понимаю барабанную музыку. Спасибо вам большое. До встречи, удачи. Всего хорошего. В гостях была Ирина Исакова, режиссер, один из организаторов второго барабанного фестиваля в Архангельске. Если есть идея, но нет энергии, то идея бессильна. Желаю каждому и того, и другого. Такие дела. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова